Как мы знаем, раньше советским городам присваивались такие звания, как город-герой, город воинской славы. Алтайских городов в этих списках нет, но... Четыре месяца назад Владимир Путин учредил новое почетное звание – город трудовой доблести. И сразу у четырех алтайских городов – Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска – появился шанс получить это звание. Голосование пройдет в тот же период, что и голосование за поправки в Конституцию, даже в тех же зданиях, к примеру, в Барнауле на 135 участках. Это может сделать каждый гражданин, достигший 14 лет, именно житель города Барнаула, придя на избирательный участок и предъявив паспорт. Кстати, как такового порога явки на голосование нет. То есть теоретически, если даже человек пять проголосует за то, чтобы Барнаул, Бийск, Новоалтайск или Рубцовск стал городом трудовой доблести, голосование состоится. Что-то это напоминает. После того, как жители выскажут свое мнение, документы эти будут направлены в правительство Алтайского края и Краевое законодательное собрание для поддержки этой инициативы. И только после положительного одобрения на уровне правительства Алтайского края и на уровне Алтайского краевого законодательного собрания эти документы с положительным заключением экспертизы Российской Академии наук поступят уже президенту Российской Федерации для принятия окончательного решения. В годы войны на Алтай эвакуировали более ста предприятий. Полтора миллиона бойцов были обуты в алтайские валенки. И более ста тысяч раненых солдат лечились на Алтай. Каждый второй винтовочный патрон для фронта был изготовлен в Барнауле. Так же, как и каждый пятый двигатель Т-34 на заводе «Трансмаш». По мнению историков, из всех городов края именно у Барнаула наибольшие шансы стать городом трудовой доблести. Ну вот если говорить о вкладе Барнаула в производство военной продукции в целом в масштабах нашей страны, ну хотя бы в масштабах России, даже не Советского Союза, то, конечно, здесь Барнаул, на мой взгляд, не будет на каких-то первых позициях. Вообще-то, на мой взгляд, несколько некорректно выбирать один, вот какие-то города считать городами трудовой славы, а какие-то не считать. Потому что во время Великой Отечественной войны все для фронта, все для победы работали все. И трудовая слава, она ковалась не в конкретных городах, а всей страной. Первый день голосования за город трудовой доблести стартует уже завтра. Кстати, алтайские коммунисты накануне обвинили мэрию в том, что власти просто используют этот повод для того, чтобы привлечь людей на голосование в соседнем зале за поправки. На свой город мы будем обязательно голосовать. Я пойду голосовать. Что получат жители города трудовой доблести? Кроме гордости, конечно. Во-первых, в городе установят стеллу, где будет изображен герб. А также каждый год, 1 мая, 9 мая и в день города будут проводить салюты. Что ж, никогда такого не было. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком.